здравствуйте ребята мы немножко не в том месте видимо начали эфир я прошу еще раз быстренько поставить сюда плюсики и минусики для того чтобы мы поняли что вы с нами что вы нас видите мы начали в эфир немножко не в той группе мероприятия надо было здесь в группе так что давайте еще одна минута и мы начинаем наш рассказ извините за задержку поставьте пожалуйста плюсики если вас если нас видно если нас слышно просим прощения за задержку видно и слышно окей сейчас мы будем говорить про самые важные вопросы современности такси один мой друг когда-то сказал что если вы приехали в америку то вы можете быть уверены в двух вещах первое что вы будете платить такси а второе что эта страна не рухнет пока вы будете платить такси ну вот поэтому уже 18 человек нас видно слышно рената приветствую видеть слышно видно вот нас уже 20 человек я думаю что хорошо слышно все должно быть хорошо давайте я повторюсь еще раз меня зовут антон чехов меня уже наверно многие знают нашем амазон сообществе рядом со мной находится анна храбова это наш себе и бухгалтер человек который имеет большой опыт в области бухгалтерии налогов таксов селс таксов и годовых отчетов personal таксов и еще наверное много-много разных вещей она чуть позже сама об этом расскажет мы занимаемся уже не первый год тем что открываем там по компании в соединенных штатах америки помогаем вести бухгалтерию помогаем сдавать отчеты по селс таксам сегодня мы расскажем что такое не только селс такс но там ресейл сертификатов и третьим на любые ваши вопросы если у вас есть вопросы вы их уже можете внизу сюда писать мы будем я буду постепенно читать их и с удовольствием мы ответим на любые вопросы мы гарантируем что ответы будут полные содержательные и с полной ответственностью потому что рядом со мной анна храбова лицензированный cpa специалист в соединенных штатах америки с большим опытом и как я сказал в своей рекламе что этот человек который сдавал отчеты компании которые с много-много миллионами немножко о себе расскажите хорошо я себе уже более 13 лет я работ работала в большой довольно таки себе компании в атланте джорджии сейчас работаем с антоном вместе и занимаемся у нас много клиентов компаний которые занимаются бизнес амазоне я хочу извиниться сразу за за то что все как бы терминология да все я лучше знаю по-английски и поэтому антон не будет редактировать и помогать я с удовольствием буду я с удовольствием буду переводить ваши вопросы на бухгалтерский язык и наоборот для того чтобы было больше коммуникации потому что не все знают что такое пла и там прочие вещи а также не все понимают и что такое селс такс ресейл или там еще какие-то другие там инком такс и прочие прочие вопросы чем они между собой отличаются поэтому буду таким транслейтером с русского на русский что делать вот уже пошли вопросы вы не стесняйтесь задавать вопросы мы будем постепенно на них отвечать по мере и не только поступления но и по мере того плана который мы собственно заявили давайте сразу скажу в самом начале чтобы потом к этому не возвращаться у нас есть для каждой для каждого из вас специальный оффер то есть предложение до ну на ближайшее будущее то есть если вы в 2019 или в прошлых годах когда-то открывали компании соединенных штатах америки и вот сейчас у нас идет налоговый период когда нужно сдавать годовые отчеты не только по компаниям но возможно и персональные отчеты если вам нужна бесплатная консультация на эту тему мы готовы вам предоставить бесплатную консультацию в рамках сдачи годового отчета то есть если вы хотите сдаваться годовой отчет вместе с нами то ваша консультация детальная консультация именно по вашему вопросу по деятельности вашей компании будет абсолютно бесплатной мы проведем ее в удобное для нас всех время по скайпу и разберем не только особенности вашего бизнеса но и рассмотрим что мы что вы делали правильно что вы делали неправильно и это будет бесплатно в рамках услуги по подачи годового отчета я правильно сказал все отлично тогда мы переходим уже к следующим переходим вопросам мы остановимся немножко позже а сейчас мы начнем говорить про именно бухгалтерию и вообще для чего мы здесь собрались итак мы возвращались к этому вопросу много раз и мне кажется по-прежнему существует огромное количество споров и они будут столько сколько существует эта земля какая компания какую компанию лучше открыть LLC или корпорацию и почему давайте то есть мы не будем говорить об этом часами мы остановимся именно на основных каких-то моментах и почему мы так считаем возможно для кого-то этот вопрос по-прежнему стоит еще спорно да какой тип компаний есть несколько типов компаний которые иностранные граждане могут зарегистрировать в соединенных штатах самый популярный это LLC или же корпорация какая какая я рекомендую я бы рекомендовала корпорацию почему потому что корпорация защищает иностранного гражданина от being exposed от того чтобы он каким-то образом не не появился в радаре налоговых служб америки вот а если вы открываете соответственно вы должны будете получить айте номер американский и делать налоговую декларацию на себя лично на на индивидуально на физическое лицо это самое главное разница как мы всегда говорили что если корпорация то налоги корпорации это налоги корпорации а ваш вашу участие в этом может быть а может и не быть вы защищены в этом случае до в случае и вы обязательно должны будете подавать персональную личную налоговую декларацию в соединенных штатах америки вне зависимости от того резидентом какой страны вы являетесь и эта информация может быть обменена с руководством вашей страны то есть допустим между взаимодействие между сша и украины между сша и россией о том что ну то есть налоговые службы украины с высокой долей вероятности узнает что вы заработали миллион долларов в три миллиона штатах америки я думаю что вы обрадуетесь от миллиона долларов а они не очень потому что они ничего не от этого не получили вот то есть основная как я понимаю разница между вот этими формами собственности правильно правильно там есть более какие-то такие нюансы которые можно было бы еще обсудить конечно но но это главное но это но это главное вот и если мы говорим про налоги соответственно их еще хотел бы остановиться вот на каком вопросе правильно ли я понимаю что в случае с корпорацией также ответственность за деятельность этой корпорации больше лежит на корпорации чем на ее владельцах или неправильно это это правильно потому что ответственность физического лица она лимитирована да то есть она лимитирована корпорации она лимитирована assets которые в корпорации правилами, какими-то корпорациям. Ассетс – это активы, которые… Ну, активные корпорации. А в случае с LLC, владелец корпорации, владелец LLC несет персональную ответственность за деятельность компании или неправильно? Нет, владелец не несет персональную ответственность, это limited liability компании, то есть ответственность, опять же, лимитирована, просто структивизирована чуть-чуть по-другому. Я бы сказала, что главная разница – это то, что человек, он или открыт государству США с налоговой точки зрения, или он защищен корпорацией. Это как бы… Смотрите, это главный бенефит корпорации. Главный бенефит корпорации, что никто никогда не узнает, да? Ну, они могут узнать, но, в принципе, вы защищены в этом случае. Понятно. Но, опять же, если кто не смотрел наше большое видеоинтервью, там, практически час о том, чем отличается корпорация от LLC, вы можете его посмотреть или, там, на моей странице, или еще где-то. Мы не будем отдельно уделять этому настолько много времени, как это делается обычно. Давайте пройдемся по вопросам. Просто можно… Да, конечно. Если вас интересует этот вопрос, если вы хотите это более детально обсудить, то, конечно, можете обратиться, и мы можем лично с вами обсудить этот вопрос и проконсультировать. В рамках персональной консультации мы можем именно поговорить с вами лично о том, как вам лучше взаимодействовать в той или иной ситуации. То есть, если у вас уже открыта какая-то компания, и вам нужно сейчас сдавать годовые отчеты, вот, то обращайтесь, мы с удовольствием бесплатно с вами об этом пообщаемся и дадим дельные действительно советы, то есть, как вам действовать в той или иной ситуации в вашем будущем. То есть, разумеется, что каждый случай, возможно, имеет какие-то особенности. Так, а в каком штате оптимально регистрировать компанию? Вот это вот очень частый вопрос. Как быстро после открытия компании нужно вспомнить о бухгалтере? Вот, классный вопрос. Я бы сказала, что о бухгалтере нужно вспомнить, по крайней мере, в Америке, о бухгалтере нужно вспомнить еще до того, как открывается компания. Опять же-таки, по причинам того, чтобы лучше понять, какие у вас дальнейшие, как бы, цели с этой конкретной компанией, понимать, какой будет оборот у компании, что вообще планируется, потому что из этого надо исходить, в принципе, когда планируем мы какую-то структуру компании или тип компании, LLC или даже та же корпорация. Опять же-таки, нужно понимать, в Америке, не как в других странах, вы можете подавать налоговые декларации, что называется, на cash basis и crawl basis. Это тоже довольно имеет такую довольно-таки разницу, потому что можно учитывать разные факторы, как, например, неучтенные. Да, давайте немножко я переведу, да, что такое cash basis и crawl basis. То есть мы об этом говорили, но, наверное, не каждый понимает. То есть, вот смотрите, если, допустим, ваша компания в течение года имеет какой-то оборот, да, и cash basis и crawl basis чем отличаются? Если вы под конец года, у вас есть какие-то деньги на счету, вы миллион долларов заработали, 900 тысяч потратили, у вас осталось 100 тысяч, и в этом случае это cash basis, да? Если вы этот миллион долларов получили и эти 900 тысяч заплатили, то это cash basis. А crawl basis это когда вы, у амазонщиков, в принципе, такого быть не может, они все получают, да, то есть как cash, потому что они продают на амазон. Да, то есть вы получили и что-то потратили, у вас осталось разницы. Но расходы, да, расходы могут быть на cash basis и расходы могут быть, которые они не учтены, да, то есть это crawl basis. Соответственно, в конце года, если у вас есть какие-то расходы, которые вы знаете, нужно будет еще сделать, но вы их заплатите только там, например, в январе или феврале следующего года, то на crawl basis их можно учесть еще как бы в декабре месяце. Да, то есть давайте еще раз я вам объясню, что что такое cash basis, да, то есть мы заработали миллион, потратили 900 тысяч, и вот со 100 тысяч долларов заплатили налогов. Что такое crawl basis? Это когда мы заработали миллион, мы потратили 900 тысяч, но у нас еще есть задолженность или необходимые платежи в начале следующего года по уже текущей деятельности. И, соответственно, мы можем еще не оплаченные затраты, не учтенные затраты, мы их можем уже подать в прошлый год и, соответственно, очень значительно сократить налогооблагаемую базу. Правильно? Правильно. Вот. Не ответили на вопрос, хотя это, опять же, вечный вопрос, в каком штате лучше регистрировать компанию? Я всегда говорю, неважно в каком штате, главное, кто ваш бухгалтер. У вас есть какое-то, наверное, другое мнение? Ну, другого мнения особо нет по этому поводу, потому что раньше было, например, это как historical, да, исторически так сложилось, что Delaware был одним штатом, где люди регистрировали компанию, и это больше было привилегии, порванный такой штат для корпораций, для больших корпораций. Это уже минимизировалось, и такого бенефита с того, что вы открываете в Delaware, да, вы не получаете. То же самое много корпораций, которые хотят в будущем выйти на акционерную New York Stock Exchange, да, они открывают в Неваде, например. Опять же, такие для амазонщиков это не играет такой большой разницы. Есть какие-то разговоры по поводу Вайоминга, если вы там регистрируете компании, то ваши данные скрываются, если для кого-то это имеет какое-то значение, то да, можно открыть в таком штате, как Вайоминг. Но опять же, такие в принципе нет, не имеет особо значения, где вы в каком штате открываете. Но есть ли разница по дальнейшему налогообложению, то есть если мы открыли, допустим, во Флориде или в Джорджии, где мы с вами проживаем, или в Вайоминге, то есть будет ли дешевле с точки зрения налогов открыть компанию в Вайоминге или в Джорджии? Есть, ну как всегда, да, это зависит от нескольких факторов. Опять же такие, есть штаты в Соединенных Штатах Америки, в которых нет штатовского налогообложения, их несколько. Есть штаты, где налогообложение происходит чуть по-другому, то есть если у вас там, например, до определенной суммы продажи, да, то вы не платите налогов, если у вас, например, до 100 тысяч оборот, вы ничего не платите, если у вас более 100 тысяч, тогда уже у вас налога облагают по кросс-имонту, а не по профиту, а не по доходу. Это тоже, ну это как, изначально это может быть на руку, да, потому что у вас не такой большой оборот, но если компания растет и у вас оборот превышает определенную сумму, тогда вы можете платить уже больше налогов. То есть опять-таки это все должно обсуждаться, да, и в индивидуальном порядке. Правильно ли я понимаю, что при, если компания маленькая, если только она начала, то лучше какой-то выбрать штат типа Вайоминга для того, чтобы там, ну то есть как-то сократить или как-то спрятаться, вот, чем какой-нибудь Нью-Йорк. Ну Нью-Йорк вообще никому не рекомендуем, тем более Калифорния, да? Калифорния, Нью-Йорк, да. Есть такие, конечно, известные штаты, в которых никто не хочет делать бизнес, потому что он никаких как бы бенефит для маленьких компаний. Это Нью-Йорк, как вы сказали, Нью-Джерси, Калифорния, это такие вот штаты. Все остальное не очень разница, не очень большая разница, не очень большая разница, Вайоминг, Флорида можно рассмотреть. Понятно. Понятно. Давайте дальше пробежимся по вопросам. Можно ли не признавать доход в США при торговле по ФБА и не платить налог в США при Single Member LLC? Вам понятен мой вопрос? Нет. Главный вопрос, да, то есть очень многие спрашивают, можно ли не признавать доход в США, если ты торгуешь на складах Амазона и не платить налог в США, если у тебя именно вот Single Member LLC? Нет. То есть вы не платите налог только если у вас нет дохода, да, или вы сработали в минус, или вы сработали в ноль. Если же у вас есть какой-то доход, то есть профит от вашей деятельности, то, соответственно, налога будете платить в любом случае, независимо от того, это Single Member LLC или корпорация. То есть в одном случае просто платит корпорация, а в другом случае платит Single Member LLC как индивидуальный человек, физическое лицо. Я правильно понимаю, что если вы Single Member LLC, то вы заполняете две формы налоговой декларации, то есть сначала как LLC, а потом как персональная? Это тоже зависит, это не всегда так. Иногда это может быть как просто индивидуальная налоговая декларация. Без компании? Компания там декларируется как Schedule C. А, окей. То есть это в основном как корпорация? Ну, это не как корпорация, но это как… Ну, форму налогообложения, как у корпорации, да? Форма, которая идет в дополнение к вашей налоговой декларации, она просто передает информацию по вашему бизнесу государству. Но это все проходит как бы через вас. Вот. Но это отдельный, отдельный скетул, отдельная форма, которая идет в дополнение к вашей налоговой декларации. Скажите, пожалуйста, что такое VAT-такс и применим ли он к продавцам, которые торгуют в США? Нет, VAT-такс – это в Западной Европе, а в США – сейлс-такс. В США – сейлс-такс. Мы немножко поговорим о сейлс-такс попозже. Если вы… Какие гарантии… Вот. Алексей Никулин задал второй раз вопрос, мы должны на него ответить. Если вы ведете бухгалтерское сопровождение, какие гарантии вы даете в случае ошибок бухгалтера? Окей, хорошо. Я отвечу на этот вопрос, потому что был дополнительный вопрос, который имеет к этому тоже отношение. Во-первых, в США есть разница, если у тебя CPA-лайсенс, то есть лицензированный бухгалтер или нет, потому что если ты лицензированный бухгалтер, то, соответственно, к тебе государство может придраться и может забрать у тебя эту лицензию. Ты, как лицензированный бухгалтер, что должен делать? Во-первых, у меня должна быть страховка. То есть, если я веду какие-то маленькие компании, и я сделала ошибку, опять, насколько большая ошибка в смысле… В смысле штрафов, да. В смысле процентов, которые накладываются на штраф. То есть, у вас есть страховка? Страховка есть, да, и она после определенной суммы, она может покрыть. То есть, если, естественно, если я веду бухгалтерский учет для большой компании, и у меня ошибка, например, на несколько сотен тысяч долларов, то, соответственно, мне нужно будет использовать страховку, которая покроет эту ошибку. В случае с мелкими ошибками, если это нашей компании, моей компании ошибка, то, соответственно, я могу это покрыть сама. Или же исправить, да. И вы за это не должны будете ничего платить. Также, если вы в течение года платите компании за ведение вашего бухгалтерского учета, за подачу налоговой декларации, это ваша информация. То есть, всю информацию я вам должна отдать, как только она готова, как только работа проделана, я вам ее должна отдать. Ваш QuickBooks или любая другая бухгалтерская софтвер, которую вы используете, это ваша информация. Я хочу просто на этом как-то акцент сделать. Да, просто у нас был уже случай, когда клиенты от другой компании переходят к нам, и, к сожалению, те компании являются не совсем добросовестными, хотя я не понимаю, как такое в Соединенных Штатах возможно. Возможно, они просто работают в каких-то других странах и не знают, что по правилам Соединенных Штатов Америки всегда те деньги, которые ты заплатил за ту информацию, которую тебе и сделали, да, то есть бухгалтер сделал какую-то работу для тебя, это только твоя информация, ты должен, ты имеешь право, не просто ты имеешь право, а бухгалтер обязан тебе отдать все базы данных, которые он сделал, и с этими базами данных ты просто перемещаешься к другому бухгалтеру, который находится, неважно в какой стране, но это закон, и это, ну, то есть с точки зрения бизнеса, как это, это морально, не морально, да? Этичное. Этичное, неэтично, да. То есть это правило в Соединенных Штатах Америки всегда. Я надеюсь, что мы ответили, Алексей, на ваш вопрос по поводу ответственности. Дальше, именно уже смотрю про LLC. Созданно LLC, два участника, мембер, один резидент РФ, второй резидент Украины. Как правильно выбрать тип налогообложения, C-корп или партнершип, чтобы LLC, как организация, не платила налоги в США, кроме франшиз-такс? В обязанность по уплате налогов переходила на участников в корпорации и к их участию в LLC, и чтобы налоги платили эти участники. Где им придется платить налоги? В РФ, в США, в РФ и в Украине? Окей, здесь очень много всего, как бы… Да, то есть, если у нас есть гражданин Украины и гражданин России, я думаю, что это очень частый случай, два гражданина, они открыли LLC, и по какой форме им идти налоги? То есть, именно как корпорация или как LLC? Ну да, у них есть два варианта, или корпорация, или партнершип. Да, потому что они не могут быть уже сингл-майн-броллсей, так как это не один человек, а уже два партнера. Я понимаю, что человек, который задал этот вопрос, хочет платить налоги сам. Если это так, то это только партнершип. Он не хочет платить налоги вообще, я вам честно скажу. Нет, в этом случае, если, тут говорится, по уплате налога переходила на участников, то есть, чтобы, опять, чтобы эта обязанность переходила на участников, это должны быть партнерши, потому что корпорация сама платит за себя налоги. Это, как бы, отдельное стоящее, как бы, лицо. Лицо, да. Просто здесь еще вопрос есть, кроме franchise tax. Дело в том, что franchise tax не в каждом штате есть. То есть, franchise tax есть в таких штатах Калифорнии, Техас, например. А в других штатах, например, в штате Джорджия, franchise tax нет. То есть, хотелось бы, конечно, узнать конкретнее, что имеет в виду человек с franchise tax. Давайте, вы можете связаться со мной, напишите мне в личку, мы с вами договоримся на бесплатную консультацию, и мы с вами поговорим детально именно про franchise tax, потому что, возможно, вы немножко не понимаете, что это такое. От себя хочу добавить, что, как Анна мне сказала, что она не имеет права о таких вещах говорить, а я имею право говорить, потому что я не лицензированный бухгалтер. От себя хочу добавить, что заключайте больше договоров от имени своей американской компании с любыми компаниями, которые есть по всему миру. оплачивайте им за их услуги – консалтинговые, аккаунтинговые, я не знаю, маркетинговые услуги, и снижайте тем самым доходную базу в США. А уж как платить или как не платить налоги с компанией, которая получила деньги в России от партнерства с американской компанией, это вам расскажут в России. Насколько я знаю, от нас всегда стало честно. – Хотела вернуться к вопросу Дмитрия Аникина. Опять же таки, где этим партнерам придется платить налоги? Придется платить в США налоги. И потом в стране, в которой вы являетесь резидентом, в большинство странах есть double taxation treaty, то есть это третий по двойному налогообложению. – Соглашение о двойном налогообложении между странами. – И, в принципе, как я это понимаю, в России или на Украине вы должны получить кредит за то, что вы заплатили в Америке. Но в Америке вам придется платить налоги. – Да. – И заполнять налоговую декорацию. – Ну так, чтобы вы понимали, кредит – это некие вычеты, они должны учитывать, что вы заплатили налоги в США, но, уверяю вас, ни одна налоговая страна мира не будет счастлива от того, что она должна будет что-то принять. Поэтому лучше этого как-то постараться на индивидуальной консультации. – Какую ответственность вы несете на случай аудита? – Отличный вопрос. – Ну, могу так сказать, что, в принципе, за 13 лет работы количество аудитов именно с АРС или со штата минимальное, потому что, если все правильно декларировать и все отчеты правильно подавать в налоговые службы, то этого, конечно, аудита можно избежать. Опять же, есть такой нюанс, что вы можете быть выбраны случайным образом, а этого никто избежать не может. В этом случае, конечно, мы проводим, мы собираем все бумаги, всю документацию и, естественно, подаем все в налоговую службу, все, что они требуют для аудита. – Ну, я всегда говорю своим клиентам, когда открывают через нас компании или мы ведем sales tax, или меня просят помоги с открытием или с решением проблем с Amazon аккаунтами, я всегда говорю, ребят, я вас не брошу. Я вот есть 24 часа в сутки примерно, но с перерывами на сон, я всегда онлайн, и если есть какая-то проблема, то давайте мы будем просто ее решать вместе. То есть без каких-либо особых причин. То есть, да, если есть аудит, то, наверное, так сложились звезды и сумма разных факторов. И мы не будем говорить, что моя хата с краю, давайте просто мы возьмем и будем это делать вместе и решим. Я уверен, что любую, особенно в Америке, можно решить любую вопрос и делать это честно и правильно, и никаких театров давать не надо. То есть это все делается грамотно, честно и по закону. Я думаю, что… Еще один интересный вопрос. Можно один год подать как кэш, а другой как кэш? Вот, отличный вопрос. Да. То есть… То есть… Нет, нельзя. Потому что в принципе можно, но это change in math data, то есть изменение метода, это довольно-таки сложный процесс, который будет стоить денег, которые в принципе никому не нужно тратить. Но нет, они как бы налоговые службы не разрешают менять с одного года. Один год тебе выгодно так, другой год тебе выгодно так, поэтому нет. То есть в принципе это можно сделать, но это нелегко. Это нелегко. А мы этот вот… Как подавать? Мы это решаем когда? При регистрации компании или при сдаче первого годового отчета? Это в принципе должно решаться при регистрации компании, но пока еще первый годовой отчет не подался, это можно как бы еще поменять. Ага. То есть это какая-то форма заполняется или это как-то решается при регистрации? Это указывается на налоговой декларации. А, это указывается на налоговой декларации. То есть в случае, если мы подаем как корпорацию, то есть в форме в 11-20. Правильно я понимаю? Да. Ну, то есть так, чтобы вы понимали, сразу будем более-менее ориентировать вас по форме. То есть если мы сдаем как корпорацию, заполняем единую форму 11-20, главпомощь, форму 11-20 это все достаточно просто. А где Левингер, куда его дели? Левингеры никуда не дели, Левингер с нами. Просто Левингер, ну как бы у всех очень большая загрузка, поэтому вот сегодня Анна, может быть в следующий раз на этом же вебинаре будет Левингер. Ну, why not? Почему нет? Какие способы есть вывода дивидендов с корпораций в Украину? Андрей, дивиденды… Наверное, сначала вы ответите, да? Потом я… Есть способы, есть выводы. Да, дивиденды вы просто платите себе… Просто перечисляйте себе. Перечисляйте себе. Перечисляйте себе деньги, платите. Естественно, когда из корпорации вы платите себе дивиденды, а дивиденды будут налогооблагаться. Да, то есть… Конкретно с Украиной есть третий на 15%. Да, то есть 15% вы заплатили и получите свои дивиденды. Опять же, если вы не смотрели наше видео или пропустили на самое начало, я говорю о том, что отправьте побольше компаний и взаимодействуйте по всему миру для того, чтобы снижать налогоблагаемую базу. Где платить подоходный налог, если ЛСЕ открыто в Америке? Видно обложение «Slow Proprietor». Мы живем в России и по какой форме? Я так понимаю, что мы просто платим налог в Соединенных Штатах Америки. Ну, это income tax, опять же-таки это 1040NR, потому что граждане России, которые подают single member LLC, я так понимаю. То есть это 1040NR, в Америке подается. Да, то есть вы заплатили в США налоги и потом получили этот, то есть вы получили эти деньги и эту форму 1040NR, да? Да. 1040NR вы можете предоставить в налоговую службу России, но не уверен, что это самый хороший метод. Давайте запишитесь к нам на консультацию, нам нужно лично об этом поговорить, это отдельный вопрос. Налог при покупке товара с eBay можно избежать, если есть sales tax certificate и товар идет на перепродажу. то, естественно, налог не будут удерживать, но это обязует вас налог собирать. Как собирать данные налоги технически? Так, это про sales tax мы чуть-чуть позже поговорим. Это будет как раз вот следующий вопрос. Можете ли вы что-то рассказать про foreign owned single member LLC and IRS form 5472? Do you know what is it? Да. Форма 5472, она есть как бы в разных и в 11 фоне она есть. В принципе, что форма 5472 делает, она декларирует, если идут, если есть сестринские компании, дочерние сестринские компании в других странах. И если такие компании есть и идет перевод денег с одной компании в другую, или же оплата по каким-то расходам, или же покупка товара с одной стороны в другую от сестринских дочерних компаний, то есть если эти компании, у них есть общий контроль, тогда подается форма 5472, которая декларирует эту информацию. Правильно ли я понимаю, что дочерней компании признается компанией, которая или является юридически зарегистрированной как дочерней одной компании, или владельцы обоих компаний являются одними и тем. Ну да, там relationship может быть абсолютно разный. То есть если есть общий контроль, если есть, например, я владелец компании в Украине и я владелец компании в Америке, эти компании будут считаться как у них общий контроль. Соответственно, форма 5472 должна быть заполнена. Понятно. А в случае, если, допустим, вы моя жена, а я владелец американской компании, вы владелец украинской компании, то у нас связи с вами нет? Ну, если родственные связи такие, как тесные родственные связи, да, там мама, папа, брат, сестра, жена, то в принципе нужно это указывать. А если соседка по сабдивижену? Если соседка, то нет. Да, то есть если, вот я вам сразу лайфхак, как сделать так, чтобы не было вот этой вот формы 5472. Соседка по сабдивижену, а не жена. Она должна владеть соответствующей компанией. Ну, это Антон нам рассказал лайфхак. Она не рассказывала, это только я рассказываю, да. То есть, бухгалтер не имеет права такие вещи рассказывать. Но мы же практики, нам же нужно ответить на вопросы. Давайте, по поводу следующий вопрос у нас, как раз мы будем говорить про Sales Tax или Sales State Certificate. В разных штатах он называется по-разному. И вот один вопрос от Дмитрия мы уже учли, поэтому пишите вопросы по Sales Tax, и мы начинаем именно этот вопрос озвучивать. Ваше мнение. Окей, хорошо. Меня просто интересует, почему вы сказали, что если у вас есть Resale Certificate или Exemption Certificate, он по-разному называется в разных штатах, и у вас не учитывали Sales Tax налога при покупке товаров, то это вас обязует налог собирать. Конкретно этот факт не обязует вас собирать налог. Вас обязует тот факт, если вы продаете конечному покупателю свой товар. Это то, что вас обязует собирать и потом платить Sales Tax. Ну, здесь он подразумевается, что он купил у одного, и как мы с вами уже предварительно говорили, что, допустим, я купил у дистрибьютора или у производителя, и теперь он просил у меня Sales Tax, я ему отказал, потому что я не являюсь конечным потребителем. То есть я ему дал Resale Certificate, и таким образом ответственность за сбор и ремит, вот этот Sales Tax ложится на меня. Правильно я понимаю? У вас будет эта ответственность в любом случае, если вы продаете свой товар конечному потребителю. Конечному потребителю, да. Вне зависимости, как вы этот товар купили. Да, окей. Окей? Да, окей. Это отвечает на вопрос или не до конца? Здесь налог при покупке товара с ЭБИ можно избежать, если Sales Tax сертификаты. Товар идет на перепродажу, то естественно налог будет удерживать. Но это обязует вас налог собирать. Как собирать данные налоги технически? Технически, с точки зрения практики, достаточно просто. Если вы это продаете на Амазон, то там есть в Tax Guidelines, по-моему, там есть настройка, вы можете… Я хочу избежать этого налога. На Амазоне есть настройка, где вы можете попросить Амазон отдельно собирать для вас вот этот вот Sales Tax. И он будет перечислять вам для того, чтобы вы уже дальше передавали в штат. Если вы хотите избежать этого налога, то это… Illegal. Правильно? Да. Да. То есть это незаконно и… То есть Америка на этом построит. Избежать можно, если у вас есть Sales Tax сертифика. То есть когда вы покупаете товар, то в принципе избежать его можно, если вы говорите, что я покупаю этот товар на перепродажу. Да. Но в принципе вы же его… Но вы потом… Вы должны этот налог собрать конечного потребителя и просто потом его заплатить государству. То есть… Да. А если по дороге товар потерялся, то ничего хорошего в этом не будет. Правильно? Ну, то есть если я купил с Sales Certificate за тысячу единиц товара, а потом его никуда не продал, а просто утилизировал… Ну, вам… Вы сможете это сделать там один-два года. Один-два года вы это сделаете, а потом к вам придут. Ну, знаете, как-то… Если вы хотите работать долго, то это ничего хорошего в этом нету. Ну, в принципе, на этом заработаете. Да. Ну, сколько вы на этом заработаете? То есть в расчете на Sales Tax в Джорджии, допустим, это 6%. То есть вы заработаете 6%, хотя вряд ли. Объясню вам американский менталитет. Каждый раз, когда мы всегда в оффлайне, в онлайне приходим в магазин, покупаем любые продукты, то мы всегда платим Sales Tax. И мы всегда это подразумеваем, мы всегда к этому готовы. И поэтому не думайте, что без Sales Tax ваш товар будет более конкурентным на Амазоне. Нет. Потому что, во-первых, этот Sales Tax не включается в первоначальную цену, то есть он не указывается на ценнике. А во-вторых, когда человек переходит к оплате и видит, что ему нужно Sales Tax заплатить, он к этому относится абсолютно спокойно, потому что он к этому привык. Он это делает ежедневно, всю свою жизнь и много-много уже, наверное, десятилетий. Сколько Sales Tax существует? Давно. Давно. Очень давно. Давайте тогда теперь поговорим… Что делать, если Sales Tax в некоторых штатах Амазон не собирает? Нужно ли подавать самому их в тех штатах? Да. Да, если мы говорим именно о практике Амазона, то там существует, по-моему, 22 штата на сегодняшний день, где Амазон автоматически собирает и делает ремит. В остальных штатах это уже вопрос Nexus. Если вы хотите обсудить вопрос Nexus, предлагаю вам записаться на личную консультацию, потому что это отдельная глобальная тема. В каких случаях нужно, а в каких случаях не нужно. То есть здесь зависит от оборота. Если у вас оборот, скажем, 10 тысяч долларов в месяц, даже не парьтесь по этому поводу. То есть есть вот один штат, в котором зарегистрирована ваша компания, и на него ориентируйтесь. Если ваш оборот составляет больше, чем там 30, 40, 50 тысяч долларов в месяц, то уже нужно не только задуматься о sales tax, но о sales tax в том штате, в котором вы работаете, в котором зарегистрирована ваша компания, но и поговорить именно про Nexus в других штатах, потому что на самом деле дешевле его заплатить, чем потом иметь проблемы. То есть здесь it's up to you, как говорят. То есть если вы хотите работать в долгую, то давайте мы вам расскажем, как сделать это максимально эффективно, максимально дешево. Вот. Если вы хотите работать коротко, то, пожалуйста, бизнес. Отлично. Один владелец компании 100% дает временный займ в виде товара другой компании, где он имеет долю 48%. Тут нужно подавать форму 5472. Это подразумевает, что владелец и компания находятся в разных странах? Да. Потому что форма 5472 подается именно потому, что идет переход денег из одной страны в другую в рамках дочерних сестринских компаний. Смотрите. Я думаю, что здесь вопрос заключается в том, что я, как житель, ну, Александр Худяков живет в Китае. Окей. Я, как житель Китая, заключаю договор с американской компанией и даю ей товар под реализацию. Ну, если это компании, у них нет никакого общего контроля, то нет. Да. Форма 5472 не надо подавать. В случае, который Александр задал вопрос, то да. То есть, если здесь общий контроль есть, то форма 5472 должна подаваться, да. Все. Александр, форма 1120 – это годовой отчет… Налоговая декларация корпорации. Налоговая декларация корпорации, да. Задам позже вопрос в личной консультации. Хорошо. Так. Давайте тогда поговорим еще более детально про Sales Tax Reset Certificate. Обе компании в США, Александр написал. А, обе компании в США. А, если обе компании в США, то нет. Форма 5472 не подается. То есть, они не являются сестринскими? Они являются сестринскими, но не в одной стране. А, в одной стране. Поэтому, вот. То есть, это в случае, если только в разных странах. 5472, да. Она именно подается, если, опять же таки, если деньги уходят из Америки. Понятно. Или приходят из другой страны. Или приходят из другой страны. Вот у меня сейчас, кстати, появился вопрос. Я немножко чуть позже его вам задам. Смотрите, давайте подробно еще отдельно остановимся на Sales Tax или Sales Certificate. То есть, Sales Tax должен быть зарегистрирован в каждом штате, где вы являетесь, где вы присутствуете. Это вот как раз немножко больше информации в сторону Нексуса. Что такое Sales Tax? Это когда вы зарегистрировались, допустим, вы зарегистрировались у нас в Джорджии. Вы продаете у нас в Джорджии. И, собственно, у вас все хорошо. Вы здесь собираете и платите, делаете реминизм Sales Tax. В случае с Амазоном, допустим, у вас есть… Амазон дает вам, сразу после первой продажи, дает вам присутствие во всех штатах Соединенных Штатов Америки. 48 плюс Гавайи и плюс Аляска. Везде. Но Sales Tax у вас возникает постепенно в каждом из этих штатов. Допустим, во Флориде, любимая Флорида, все хотят там жить. Во Флориде существует склад Амазона. Соответственно, после первой продажи товара со склада Амазона во Флориде, у вас возникает обязанность зарегистрироваться как Sales Tax. Потому что у вас есть там склад. У вас есть физическое присутствие товара. То же самое относится ко всем другим штатам. И вот об этом нужно думать, когда уже обороты у вас достигают хотя бы там, ну то есть больше там 10-20 тысяч долларов. Уже нужно об этом говорить. Что такое Resell Certificate? Кстати, был вопрос у нас, можно ли Resell Certificate получить физическому лицу? Нет, он выдается на компанию. Он выдается на компанию только в рамках, вместе с Sales Certificate. Sales Tax ID. То есть у вас должна быть регистрация в том или ином штате с Sales Tax ID, то есть с номером Sales Tax. И в этом случае вы можете получить Resell или он еще называется Exemption Certificate. То есть это некое освобождение. То, что такое Resell Certificate? Простыми словами объясняю. Resell Certificate это когда вы, у вас есть компания в Джорджии, вы нашли производителя для арбитража или для холлсейла. Вы нашли производителя в каком-то другом штате, в Техасе. Вы говорите, продай мне ваш товар. Производитель в Техасе говорит, заплати мне Sales Tax. Вы ему говорите, у меня есть Resell Certificate. Он принимает этот Resell Certificate, в котором написан налоговый номер вашей компании. Таким образом он говорит, что я не взял Sales Tax с этого покупателя, потому что он не является конечным потребителем этого товара. И, соответственно, потом ваша компания в Джорджии, вы получаете этот товар без Sales Tax. Но, когда вы его начинаете дальше продавать, у вас есть два пути. Первый путь, опять же, получить у кого-то Resell Certificate, так как вы не являетесь продавцом конечному потребителю. Или, второй вариант, вы должны взять с потребителя Sales Tax и сделать его collect, ремит в штате Джорджии. Ну, то есть, вне зависимости от того, как. Правильно вы? Ну да. Если коротко, поверхностно. Правильно. Вы должны будете взять человека в штате, в котором находится этот человек, и потом его отдать тому штату, где этот человек находился. То есть? Да. То есть, если вы продали его в Джорджии, то вы должны взять Sales Tax в Джорджии. Если вы его продали во Флориде, вы должны зарегистрироваться в штате Флорида, получить Sales Tax Tax номер. Вы должны взять тот процент таксов, который нужно во Флориде взять, и отдать это сделать. То есть, ремит сделать, отдать эти Sales Tax, заплаченные вам покупателям, именно в штате Флорида. И в каждом конкретном штате, за исключением тех 20 с чем-то, которые делает Amazon. Да, отлично. Дальше. Можно ли выйти с товаром на Amazon без открытия юрлица, чтобы проанализировать спрос, и если товар пойдет, в дальнейшем открою компанию. Не являясь резидентом США, гражданство российское, живую и резиденция Испании. Да, конечно, можете. Говорю вам как практик, так многие делают. Единственный нюанс, не для всех товаров это возможно. Допустим, любимая для многих ниша пестицидов доступна только для налоговых резидентов Соединенных Штатов Америки. Также есть еще другие группы товаров, в которые зайти могут только или жители США, или налоговые резиденты, ну, то бишь, американские компании. Ну, теперь давайте перейдем у нас к следующий вопрос. Это годовой отчет. Реселл сертификат нужно получать в каждом штате или только в том, который он зарегистрирован на компании? Нужно получать в штате, где зарегистрирована компания. То есть, если ты зарегистрирован в штате Джорджия, то ты в штате Джорджия получаешь селл сертификат. Один раз, да? Ну, то есть, в каждом штате я не должен зарегистрироваться? Нет, нет. В том, где зарегистрирована компания. Угу. И таким, ну, то есть, он привязывается к вашему селлс-таксу новой компании именно в Джорджии, да? То есть, в том штате, в котором вы зарегистрировались. Окей. Так, пока вопросов больше нету, перейдем тогда к глобальной теме, с которой мы все собрались, про годовой отчет, про налоги компании. У нас сейчас налоговый период. Скажите, до какого числа у нас есть возможность успеть без штрафов, без penalties, сдать годовые отчеты? И какие формы должны быть у LLC и у корпораций? Что происходит? До 15 апреля в корпорации подают форму 11-20. Угу. А если вы single member LLC, то вы будете подавать 10-40 NR, то есть non-resident. Угу. 10-40 NR. А если вы partnership? 10-65. 10-65. Для partnership 15 марта. А, для partnership 15 марта. А, для partnership 15 марта, а для всех остальных 15 апреля? Или нет. Или нет. Partnership S-Corps 15 марта, C-Corps и single member LLC, то есть индивидуальное 15 апреля. Понятно. То есть S-Corp вас не должны волновать, потому что S-Corp это только для резидентов Соединенных Штатов Америки. Поэтому, если у вас partnership, то до 15 марта, да? 10-65. 10-65 до 15 марта, иначе будут penalties. Вот. Если у вас корпорации или single member LLC, то до 15 апреля don't forget about it. Да. Ну, можно сделать extension. Extension, как раз. Extension, это продление. Продление, да. Продление вам дают право задекларировать или подать налоговую декларацию чуть позже, в сентябре и в октябре. То есть для partnership это будет сентябрь, 15 сентября. Для 11-20 и для индивидуальных физических лиц это 15 октября. Но это не дает вам возможность продлить платежи по налогам. Окей. То есть вы, в принципе, должны уже будете как бы посчитать и должны будете знать, какой у вас liability. Да. Ответственность. Ответственность по налогам к 15 апреля. И, в принципе, должны будете заплатить, а налоговую декларацию можете подать позже. Если вы же не платите 15 апреля, а ждете до 15 октября, чтобы заплатить, то в этом случае возможен штраф и возможен процент. Да. Ну, да. То есть это дополнительные затраты, которые вам, собственно, не нужны. есть видео о том, что не резидент США может получить sales tax certificate. это вопрос Калини Лендерман. Это вопрос Калини Лендерман, потому что, ну то есть, даже чисто теоретически, если это возможно, то дальше не улавливается логика именно с отчетом. то есть, кто будет платить, кто будет собирать и платить sales tax. Пусть она вам объяснит. Да, здравствуйте, Марина. Рад вас тоже видеть. Итак, по поводу годовых отчетов. Что мы можем еще сказать? То есть, есть ли какая-то, то есть, меня очень часто спрашивают, какие налоги возникают у компании, то есть, сколько я должен буду заплатить налогов, если у меня LLC или корпорация. сейчас. Понятно, что, то есть, я не могу никогда на этот вопрос ответить, потому что существует какая-то прогрессивная шкала, да, то есть, при определенных обстоятельствах какие-то разные варианты. Скажите на это. Прогрессивная шкала была убрана Трампом для корпораций в 2018 году. Окей. Поэтому теперь для корпораций налог 21%. 21%. Плюс есть еще какой-то штаб? Налог на дивиденды есть. А, еще налог на дивиденды. Если вы в будущем собираетесь какие-то дивиденды себе заплатить. Этот налог будет уже зависеть от того, резидентом какой страны вы являетесь, да, потому что есть какие-то соглашения по двойному налогообложению в США с разными странами, и в зависимости от этого соглашения там прописаны как бы скидки на налог, будем так говорить. То есть, если налог на дивиденды должен быть, например, 30%, то по двойному соглашению, например, с Украины этот налог был только 15%. А с России вы говорили? По-моему, 10% с России. А с России, по-моему. Мне нужно посмотреть, но, по-моему, с России было чуть-чуть поменьше. То есть, если вам нужно более детально об этом поговорить, давайте записывайтесь на личную консультацию, и мы с вами это обсудим. Что еще? Что еще? Был у меня однажды вопрос, и это был вопрос от одного из наших клиентов. Если, допустим, я как физическое лицо, гражданин Украины, имею какой-то товар, который хочу дать своей американской компании в качестве для того, чтобы она его продала. Но моя американская компания должна потом мне выплатить, лично мне как физическому лицу, в Украину деньги, которые я ей по какому-то договору, соглашению предоставил для того, чтобы она этим делом занималась. Я думаю, что те, кто нас смотрит, они поймут, о чем я говорю. Что мы должны в этом случае сделать? То есть, понимаете, да, в чем суть вопроса? Ну, самый быстрый, как бы, ответ – это форма 54-72, о которой мы говорили. То есть, надо декларировать вот именно этот вот приход и расход из разных стран, то есть в Америку. Есть ли какая-то опасность в этом взаимодействии? Не увидит ли американская налоговая система, что что-то тут не так, потому что как он сам у себя закупает? Есть, что можно заподозрить. Сейчас очень актуален вопрос про transfer pricing. Transfer pricing – это то, что каждая страна, соответственно, хочет, чтобы больше налога шло именно к ним. То есть, хотят, чтобы… То есть, в Америке и на Украине вам придется предоставить какую-то документацию или же какой-то proof, да, о том, что эта транзакция была arm's length. То есть, что покупка товара была по market price. По market price. Не то, что вы ее просто там отдали за один доллар мне, да, а то, что эта транзакция произошла in arms length transaction, где, если бы вы покупали у какого-то другого продавца, например, вы бы заплатили приблизительно такую же цену. То есть, это именно для того, чтобы не возникло, что вот эта вот ручка стоит по факту один доллар, а я ее купил у какого-то продавца за три доллара, да? То есть, это тогда махинация с точки зрения уведения налога, да? Нет, они хотели бы увидеть то, что вы сами не продали себе эту ручку за один цент, например, когда ее реальная стоимость один доллар. Ну, если я сам себе продал ручку за один цент, это же выгоднее американской компании, правильно? Или нет? Смотря откуда начинается транзакшн, но какое-то государство может увидеть в этом подвох. Понятно. То государство, откуда вы пытаетесь как бы доход этот скрыть. Я понял. Елена Пономаренко, я прошу прощения, мы с удовольствием ответим на ваш вопрос. Если вы мне его еще раз сюда напишите, может быть, он просто пропустился. Что такое Arms Lens Transaction? Arms Lens Transaction. Это когда транзакшн происходит в таких же качествах, да, или по такой же цене, будем так говорить, если бы вы покупали этот товар не у своей компании или не у компании, с которой у вас есть общий контроль, а у какого-то третьего продавца, у третьего лица, который к вам не имеет никакого отношения. Который независимо, да? Да, независимо. Мне как бы тяжело чуть-чуть… Ну, да, понятно, потому что это американская терминология, и зачастую, то есть вот, меня Анна спрашивала, а как в России… что такое в России НДС? Ну, то есть, американская реальность, налоговая реальность, да, то есть она очень сильно отличается от российского менталитета, и если в России есть НДС, то в Америке нету НДС, и даже провести параллель между там селс-таксом и НДС нельзя. Ну, то же самое, что нельзя провести параллель между ООО и ЛЛС. Нет, это, ну, не так, да. То есть, да, мы говорим, что корпорация – это примерно акционерное общество в России, но опять же с многими-многими-многими звездочками, которые… это так, но это не так. Ну, вот… Еще один вопрос. Что такое форма 5472, зачем она нужна? Форма 5472 декларирует американскому… на американской налоговой службе, если у вас есть транзакшнс какие-то, да, со своей родственной компанией в другой стране, то есть дочерней сестринской компании, которая находится, которая зарегистрирована в другой стране. Да, мы, собственно, об этом уже говорили, 5472, то есть, если есть прямое взаимодействие интересов между американской компанией и любой компанией в другой стране, то эти компании могут признаться дочерними, и, соответственно, дочерними сестринскими, и, соответственно, возникает форма 5472, которая является дополнением к форме 1120… я правильно понимаю, Правильно. Все. Дмитрий… ага, потому что объясняется ошибкой… Елена, уточните вопрос, мы 5472 вроде бы уже говорили об этом несколько раз, так что если есть еще вопросы… А если не с родственной компанией? Ну, тогда это просто как бы рыночные, как бы, рыночные взаимоотношения, то есть здесь они хотят знать или есть какой-то перевод денег, так как, естественно, каждое государство, оно понимает прекрасно, да, что если у вас есть какая-то родственная компания, опять сестринская дочерняя компания, то вы можете, как человек, который контролирует и ту, и другую компанию, вы можете перевести деньги или туда, или туда. Поэтому они хотят знать, что такой перевод денег, перевод товара как бы осуществился, и они хотят, чтобы вы это декларировали, опять же, для этого заполняется форма 5472. Если такие transactions происходят не с родственной компанией, а с каким-то третьим лицом, то это уже просто рыночные отношения, которые, в принципе, как бы обыкновенный бизнес. Как бы так они и есть, как бы обыкновенный бизнес, ничего нового. Надо 5472 подавать. Марина, уточните, пожалуйста, ваш вопрос, потому что не совсем понятно, что вы имеете в виду, куда подавать, когда подавать. Если не с родственной компанией, то нет, 5472 подавать не надо. Надеемся, что мы ответим на ваши вопросы. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос в первой части вебинара. Вопрос длинный про SM LLC. В первой части вебинара можете еще раз, пожалуйста, написать ваш вопрос про Single Member LLC, потому что я не помню, какой там был вопрос. У нас был вопрос, связанный с... Сейчас я скажу. Может, мы можем пройти сначала. Телефон, кажется, почему-то... Напишите еще раз вопрос. Ну, а мы... Благодарю. Да, запись будет. И, безусловно, она будет здесь, в этой группе. Вы всегда можете ее пересмотреть. Опять же, наш оффер, который будет длиться, ну, для кого-то до 15 марта, для партнерша, для кого-то до 15 апреля. Наш оффер заключается в том, что мы бесплатно предоставляем каждому клиенту, у которого есть компания открыта в прошлом или в позапрошлом, или много лет назад в компании, мы берем бесплатную консультацию по вопросам подачи налогового отчета, по вопросам налогового сопровождения, налогового обслуживания, бухгалтерского обслуживания, то есть все вопросы, которые у вас есть по обслуживанию вашей компании, сдачи налоговых деклараций, в том числе sales tax, resales certificate и прочим-прочим вопросам, мы предоставляем бесплатную консультацию, индивидуальную бесплатную консультацию в рамках подготовки вашего годового отчета. Стоимость подачи годового отчета разнится в зависимости от формы, какую вы форму налогообложения выбираете, а также от количества я бы сказал не операций, а насколько много нужно делать. То есть если вы ввели деятельность, это одна, то есть если вы ввели финансовую деятельность, это один вопрос, если вы не ввели финансовую деятельность, и у вас там нужно нулевые отчеты подать, то тогда это совершенно другой вопрос. Опять же напишите мне в личку, мы с вами договоримся, я скоординируюсь с Анной, и мы договоримся, когда и вам, и нам будет удобно провести налоговую консультацию по скайпу. Существует ли экономический нексус в отношении федеральных налогов? Если я правильно понимаю вопрос, экономический нексус, если компания зарегистрирована в другой стране и ведет бизнес в Америке, есть ли у нексус тогда? Я думаю, что здесь вопрос про, если компания ведет деятельность, то есть федеральные налоги, если компания ведет деятельность и в Джорджии, и во Флориде, то есть ли какое-то в отношении федеральных налогов? Мне кажется, нету, да? Нет, федеральный налог – это федеральный налог, а штатовские налоги – это штатовские налоги. И нексус относится скорее… Нет, он относится… Нексус относится еще и к income tax, то есть это подоходный налог, да, в штате. Опять-таки, это уже более как бы детальный ответ, да, потому что там идет формула, и там учитываются разные факторы, сколько дохода идет в один штат, сколько идет дохода в другой штат, но нексус есть и по подоходному налогу в штатах. Мы можем это, может быть, обсудить в следующем вебинаре. Да, возможно, это будет… Да, об этом как-то я сразу… Сколько стоит декларация по корпорации, а если у меня нет скайпа, вы можете зайти на skype.com, и скайп у вас появится буквально через 2 минуты. Сколько стоит налоговая декларация, мы обсудим с вами также в личке. Будет ли запись? Да, будет запись, она будет и здесь, и везде. Вы можете посмотреть. Я думаю, что на этом все, да? Слушайте, мы уже достаточно… Мы уже выбились даже из графика. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Спасибо большое, вопросов было очень много. Опять же, если есть еще вопросы или вы хотите персональную консультацию, пишите мне в личку, мы договоримся по графику и будем говорить, 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 разжевывать, 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 для того, чтобы у вас было меньше проблем, было больше понимания, и как можно эффективнее выпадали налоговые декларации, насколько возможно чистыми, чтобы они были в этом году. Спасибо. Меня зовут Антон Чехов. Это была Анна Храбова, специалист в области налогообложения, CPA, лицензированный CPA Атланты. Будем с вами на связи и до свидания. До свидания.